салют из африки и так как-то днем я сидел смотрел топ самых опасных городов в мире и вот если вы загуляете вы увидите каракас и йоханнесбург я прикинул сколько стоит лететь туда и туда и выбор пал на африку я решил что мне недостаточно самого опасного города я решил еще зайти самый опасный район в самом опасном городе вы скажете дурак я вам отвечу до 100 процентов она несет мне вот она не знает кто это воскресенский атака не когда не сяду чтобы остаться на свободе я там на лапу на дачу шашлыки ну не красота ли коробки ладно коробки не свайк офис такой как во дворе экскурсии сделать что-то меня полью чуть-чуть и и и и и и и и вот так вот вот и уронил резко поймал так ну прямо из отеля есть тропа вот она поползла первая жизнь из которой этот сетю вот мы попасть из попробую подняться повыше полетать не ну чистый лос-анджелес виллы на холмах красота природа погода вот сейчас один из самых холодных месяцев для них это как для нас сейчас середина декабря это к стима я вилла не верите а вот так если все зомби мне не страшны ну в этом районе прямо все супер красивые дома очень красиво и так у всех тут она еще и под напряжением так мило цветочки такие и проволока потоком ну конечно живу тут богатые белая на холмах красиво у них вопросов 0 но я в восторге полном пока что очень красиво все выглядит супер прям посмотрите дома какие классные больно вот на джипчиках тут гоняют домики такие красивые газон соли мысин манга тоже с нами мужик вот он храняет просто охранник храняет дворы богатых белых я ничего еще подобного не видел нигде просто потоком заборы трехметровые не ну какая же африка бедная на просто ну колледж отвращение на него смотрю на этот колледж и мне плохо становится бедную эти черные дети которые бегут оттуда как они вообще выживают такой дыре посмотрите на этот вот тут реально слышно что не потоком прикасается цветок ну тут смотришь реально типа богатая америка все хорошо но стоит только дайте до той башни и все и все и приплыли ну по крайней мере это по моим источникам сейчас проверим как на самом деле а вот они садим маные будущее на самом деле я иду так все красиво замечательные классные домики все ухожено но как только какой-то шорох в кустах я все же начинаю понимать что здесь то коброчки всякие интересные животные еще очень ядовитые очень опасные и сразу немного не по себе становится вот что там крадется что-то за мной вот меня учу тут полиция стоит дежурить ну конечно хорошо устроились хороший райончик значит охрана все загородили закрыты то есть это просто забор потоком помимо что тут у каждого и так забор трехметровый так еще вот здесь вот весь район полностью закрытый абсолютно от заехала машинка по пульту и закрылись от остальных но я такое чувство я сейчас выйду за этот забор меня просто сразу зомби схавают и на выйти хочется и ну это же я я не могу не выйти но если так посмотреть как бы объективно тачки у всех тут заряженная я уже вышел за заборчик нормальным людям или ненормальным сейчас поверьте поверьте тачки заряжены все чистенько прикольно 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 красиво вот интересно провод в реке насколько это безопасно первое моё поглоение с бандой это тот самый водопад виктория белых пока не обнаружено вообще чисто первый раз вижу просто все светофоры красные да вообще доводим попался мафиозные за мат вот чтобы интересующие типов почем вот квартиры такие в юханат гурган нет нам реально думали я себе особняк не снял мне тут некуда деньги тратить доводим моя однушка это гетто мальчик свекбас пуля еле стоит но косячу вообще быстрите у чувака просто играли когда на телевидении игру дэн лайт просто сетка усиление какой-то сзади забор и ход вообще чек защиты к коду замки возможно для кого-то мой юмор покажется островатым но вы поймите я не расист я болею за реал мадрид моя команда за 10 лет почернела полностью но от этого я их меньше любить не стал уже темнело я решил вернуться домой подготовиться к следующему дню пойти перекусить у себя на райончике дома просто супер дорожные и 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 спонсор данного видео мой обогреватель потому что без него я бы не выжил очень холодно ночью я замерзаю просто нереально тэнки мой брат так у нас все хорошо завтракаем джунгли пыло со мной тоже да детка это твое место да боже посмотрите на это так как мне пришлось идти действительно в злое место я решил оставить все свои вещи в отеле с собой я взял только телефон оделся максимально простенько а также запачкал свои кроссовки этот район самый криминальный в Африке я впервые выспался за миллион дней покрышки лежат вот всему надо учить нет бы во дворах лебедей поделать они вот это вот тут просто их раскидывают так ну там что пацаны решают вопросы свои первый мой день в гетто это гетто мальчик хоп-коп и почапало а я в таком месте такой да падик опасно выглядит вот уже школа для обычных ребят я нашел такси заехать в торговый центр купить себе сим-карту чтобы хотя бы быть на связи с интернетом и таксиста я нашел не с первого раза не все хотят туда ехать даже черные ребята это и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну и тут не сказать, что суперспокойно Ну ладно, тупак, но я не знал, что Наруто был черным Поехали! Обошлось мне оно в 92 рэнда Что-что танцуют, конечно, ребята, очень круто Вот черные у них есть что-то такое Они суперпластичные, классные ребята А я и малые чувствуют как просто лев Вот Ньютаун реально спокойненько Изначально я сошел, как бы все равно немного нервненько было Но в итоге я понял, что тут нормальные ребята питаются Я не понимаю, ребята, вот это даунтаун Здесь, как сказал мой мимолетный черный знакомый Рано или поздно тебя пристрелят, если тут гуляешь И ты белый Здесь вот Ньютаун Неплохой район Уже более-менее Хотя их разделяет улица всего лишь Там дальше Брэнфорд уже модный район Где живут хипстеры, молодежь, творческая интеллигенция, так сказать И это все может разделяться одной улицей Только одна улица Это очень странно Действительно у меня суперпротиворечивые чувства Причем это все построено в 90-е, 80-е, 70-е То есть для того времени Это суперклассная, дорогая архитектура Так, ну что, может прокатиться на африканском плацкарте? Опять же, вроде как да, такой модный район Но все равно для белых небезопасно Нету никого здесь делала Первый белый, которого я вижу, я так рад не бе Чуваки, ну у меня просто нюх какой-то на классные места Руфтоп баскетбол Вот это Неплохо, неплохо Братик, давай, покажи как Запомните, ребята, белые не умеют прыгать Уф, грязный какой Найс Я не могу, пацаны, Зайон Вильям сейчас Схавает просто Зайон вообще, бля Такая машина, бля Вот он А, ну Зайон не прыгает, 300 весит Зайон Вильям с тобой сейчас или нет? Бля, какой свэк, братик Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй Мой белый брат Расчилился чуть-чуть Мой белый брат Расч 49 Расчаль Мой белый брат Мой белый брат Г cast Они тут на свеке жестко двигаются. Нравится этот район. Вот я сейчас в очень крутом районе. Но стоит пройти 300 метров, там полная жизнь. Дальше меня пригласили на вечеринку, но уже к белым ребятам. Приехал, мне показалось, что это фильм от студии А24. И они обязательно меня сегодня съедят. Не спрашивайте, как я сюда попал. Но мне кажется, как только они узнают, что у меня нет 2 миллионов на моем банковском счете, мой банк-аккаунт меня выгонит. Но выглядит все очень красиво. Ну не прекрасно ли это все? Такое развлечение придумали богатые белые. Устраивают вечеринки в стиле Грэд Гэтсби или других фильмов. Все вот эти вот VIP-вечеринки не для меня. Я вот такое одиночество люблю с моими братьями из Зимбабве. Ну что, коктейльчик со льдом. Несмотря на то, что из-за прайдет парк. Как только солнце исчезает, сразу 0 градусов. И вот с утра был мой последний завтрак в Йоханнесбурге. Пелла, как всегда, сопровождала меня. Надеюсь, я смог показать вам контрасты Йоханнесбурга. Всем мир!